Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео будет выкладной френч и немного расскажу вам о своих неудачах. Так что, если вам интересно, присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти ручки. И, как вы помните, в прошлый раз мы должны были сделать на этих двух пальчиках бабочку, но она у нас не получилась, либо же отменилась, как бы так сказать. Сегодня будет дубль 2. Снова мы захотели сделать бабочку, но что с этого получится, вы увидите дальше. В этот раз ногти не очень хорошо относились. Есть много отслоек, хотя это и нормальная ситуация для этой клиентки. У нее любые материалы не держатся, но я все равно немного расстроилась. Конечно, я не буду опускать руки, все равно буду продолжать искать идеальные материалы именно для этих ногтей. Только путем экспериментов мы сможем добиться идеального результата. Я думаю, что у каждого мастера был или есть такой клиент, когда у него ничего не держится. Мы, конечно, все очень огорчаемся в таком случае. Сняв старый материал до тонкой подложки, делаю маникюр. Хочу попросить у вас прощения за качество видео. Возможно, оно не такое хорошее, как вы привыкли. Дело в том, что я очень хочу, чтобы видео были в очень хорошем качестве, чтобы вам было приятно их смотреть. Поэтому мы с мужем решили купить камеру, ведь раньше я снимала просто на телефон. Поэтому сейчас я только учусь снимать на камеру. Надеюсь, я скоро приловчусь и качество значительно улучшится. Смахиваю пыль и наношу вспомогательные жидкости. Далее втирающими движениями наношу базу. После того, как база высохла, приступаю к выкладке удлинения. Делать это буду сегодня в два этапа. Изначально строю гортик с помощью фастгеля номер 4. На всех ногтях удлинение будет стандартным. А вот на среднем пальце левой руки немного другим. Один усик будет длиннее, а другой короче. Когда фастгель высох, выкладываю жидкий гель. Делаю опил линии улыбки и поверхности ложи. Чтобы линия улыбки была четче, подвожу бортик гель-лаком. Френч сегодня будет разноцветным. Приступаю к опилу. Продолжение следует... После опила шлифую кожу вокруг ногтя шариком. Как я уже и говорила, в прошлый раз мы должны были рисовать бабочку. Но я изначально ее нарисовала. Что-то пошло не так. Мы ее сняли. И сегодня я должна была опять нарисовать бабочку. Мы нашли подходящий симпатичный вариант под наш радужный френч. И я приступила к работе. Но опять что-то пошло не так. Не знаю, мне результат лично не очень понравился. В общем, вы смотрите сами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok После перекрытия ногтей топом у нас получился вот такой результат. Правая рука мне очень нравится. Получился яркий красивый френчик. А вот левая мне не нравится. С рисунком вышел перебор. В общем, жду ваших комментариев, ваше мнение. Несмотря на то, что мне не нравится бабочка, которая получилась. Вообще не имею понятия, почему они в последнее время у меня не получаются. Я все же надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Ну а с вами я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео.